МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости в эфире. Здравствуйте. С вами Анастасия Шахмать. Вместе с моими коллегами внимательно следили за событиями. Готовы рассказать, что произошло интересного сегодня, в пятницу 13-го и важного на неделе. В стране все еще говорят о футболе. Госдума даже озабочена, когда праздник футбол отмечать. Меньше слов было о наводнении в Забайкале. А в Оренбурге за эти дни вновь вспомнили о громких делах. Отпустили домой, хоть и под арест министра сельского хозяйства. В суд передали дело декана ИСТФАКа педуниверситета. Назначили нового главного справедливого роста области. Обрушилась стена многоэтажки. И больше всего людей продолжает волновать пенсионная реформа. А вот об этом и не только далее подробнее. Родители почти всех учеников школы поселка Российский собрались сегодня у учебного заведения и беспокоят то, что ее расформировывают. В Оренбурге запретили остановку на привокзальной площади. Сделано это якобы в целях безопасности дорожного движения. Россия запросила у Минска согласие на назначение Бабича послом в Белоруссии. Уже на следующей неделе его переход из полпредов на дипломатическую работу обсудят сенаторы и депутаты. Сказали «за» и промолчали для народа. Депутаты областного парламента поддержали повышение пенсионного возраста. Последуют ли теперь объяснения? Обсуждаем с журналистами Сергеем Хомутовым и Игорем Комиссарчиком. Без чего не могут Оренбурсы и что их пугает? Народные новости, как всегда, в рубрике «Дежурный корреспондент». На состояние дома обрушение стены не повлияет. Сегодня у городской администрации нам озвучили результаты проверки, которую специалисты проводили после того, как в среду во втором доме по улице Минской рухнула часть стены. Кирпичная кладка рухнула ночью. Вероятно, поэтому местные жители не видели и не слышали, как все произошло. Ночью, говорит, обвалилась. Там нету кирпичной кладки никакой. Куда они ее воткнули, в что они ее вкрутили и на чем. Хотя бы подрамок бы сделали под нее. Ничего там не сделано толком. Сразу после обрушения части стены высказывались предположения о том, что она не выдержала тяжести нескольких сплит-систем, которые устанавливали работники магазина, расположенного в здании. После обследования места версия подтвердилась. По результату на обследование было выявлено, что разрушение произошло кирпичной кладки, которая не несет несущую конструкцию. Раньше были, помните, у нас универмаги в пятиэтажках, и передняя часть стеклянная такая была. Вот эту стеклянную часть арендатор заменил на кирпичную кладку в пол кирпича. И непосредственно им при установке систем кондиционирования была допущена ошибка. То есть они в связке размещали несколько кондиционеров. И вот эта кирпичная кладка не выдержала, обрушилась. Сейчас территория расчищена, огорожена. В адрес арендатора направлена претензия. Руководство магазина, расположенного в здании, гарантировало в ближайшие дни восстановить стену. Не возражая, тихо поддержали. Это все о депутатах местного законодательного собрания. На этой неделе Оренбуржи ответила Москве по поводу повышения пенсионного возраста, как и еще 60 регионов. Изменения, которые коснутся каждого жителя области, страны, оренбургские депутаты посчитали своевременными. Своих поправок и коррективов не вносили. Во всяком случае, общественности об этом не доложили. Депутаты законодательного собрания своим большинством, по сути, разрушили надежды оренбуржцев, что повышения все же не будет. Парламентарии посчитали, что женщины вполне могут трудиться до 63, а мужчины до 65. Наверное, в пример ставили самих себя. Правда, говорить о своих доводах за месяц согласились лишь некоторые, и все больше от оппозиции. Не особо жаловали журналистов. Массовых публичных встреч с гражданами тоже не было. Задача депутатов скорее на встречах со своими избирателями, не под камерой, а лично как-то объяснять, доносить это, разъяснять. То, что они это поддержали, ну, понятно, что по всей стране это поддержали региональные парламенты, другое дело, что мы пока не знаем, в какой форме они его одобрили, есть ли там какие-то правки, коррективы, то есть этих документов пока никто не видел. То, что это принимается без обсуждений, ну, собственно, а как региональные депутаты могут на это повлиять? Их обсуждение на месте, оно зачем? Оно же ничего не добавит? А какие-то коррективы, которые им кажутся логичными, ну, то, о чем сейчас говорят, да, что там, допустим, по женщинам все-таки на два года снизят этот ценз, или что растянут во времени еще сильнее его введение, ну, это же они могут и без публичного обсуждения сделать. К чему это? Ну, то есть засорение просто информационного пространства было бы, мне кажется, логично, что они этого не обсуждали. Такое кулуарное решение, я напомню телезрителям, что решение о законодательном собрании принимал не весь состав, а лишь Совет ЗС, вот, нежелание обсуждать совершенно понятно. То, что этот закон антинародный, по-другому его назвать нельзя, вот, то, что есть партийная дисциплина, это второй момент. Шесть дней назад всем депутатам законодательного собрания области мы отправили запросы, нас интересовало только одно, как каждый персонально будет реагировать на повышение пенсионного возраста. Депутаты от Единой России начали присылать свои ответы только после проведения того самого Совета, на котором и решено, что обсуждать законопроект, который беспокоит, возмущает и волнует большинство жителей области, не стоит. Возможно, конечно, что это просто совпадение. Высказать каждой свою позицию депутаты не особо спешат. Из 47 запросов на 22 отвечено. До двух депутатов мы не уверены, что наши запросы дошли. У Алексея Абдрахманова и Евгения Малюшина нет факса и, видимо, не работает электронная почта, что указано на сайте законодательного собрания. Итого получается, что 23 ответа мы все еще не получили, хотя, отметим, время еще есть. По закону о СМИ до 16 июля. Из 13 депутатов от оппозиции ответили 11. Владимир Фролов, Оксана Набатчикова, Равиль Камалов, Алексей Панкратов, Татьяна Иванова, Татьяна Казармщикова, Владимир Мирохин, Светлана Иванова, Владимир Новиков, Максим Амелин, Владимир Турчин. Все они против повышения пенсионного возраста. Своё мнение готовы высказывать публично. Позицию свою обосновывают. Из 34 депутатов от Единой России, что мы с вами выбирали в законодательное собрание области, ответили также 11. Своё личное мнение депутаты выражают практически одинаковыми словами и фразами. Возможно, в партии учат думать под копирку. Приведем вам ответ председателя комитета по законности и правопорядку. Это ответ от Александра Трубникова. Он-то точно знает и Конституцию Российской Федерации, законы и права граждан, которые нельзя нарушать. Отвечая на ваш редакционный запрос, считаю важным отметить, что изменения существующей пенсионной системы давно назрели, и откладывать их дальше неправильно, особенно в части увеличения пенсии. Я участвую в работе дискуссионных площадок, организованных партией Единая Россия, на которых мы хотим услышать конструктивные предложения всех заинтересованных и неравнодушных граждан. Своей задачей депутаты считают всех внимательно выслушать, обобщить предложения и направить их в Госдуму. Абсолютно так же считает председатель комитета по социальной и демографической политике Ольга Хромушина. Она, к слову, уже достигла пенсионного возраста. Шесть депутатов от партии Единая Россия отвечают, несмотря на неизбежность реформы, вопрос нужно детально изучить и проработать, адаптировать к жизни. Отличились ответы лишь двух депутатов. Виктор Купчик ответил, что не видит альтернативы пенсионной реформы, но законопроект требует доработки. И за Дениса Зеленцова ответила помощница, в связи с отсутствием депутата на территории области ответить на запрос не представляется возможным. По просьбам телезрителей называем фамилии и депутатов от Единой России, которые ответили Виктор Купчик, Александр Трубников, Ольга Хромушина, Александр Спиридонов, Олег Ванчинов, Денис Зеленцов, Татьяна Шукурова, Владимир Кияев, Ермек Алкулов, Евгений Сусоев. Все-таки разница между исполнительной властью, федеральным правительством и местными депутатами заключается в том, что за местных депутатов все-таки голосуют. Если они сейчас под камеры будут говорить какие-то вещи о пенсионной реформе, что бы они ни говорили, в любом случае это не повлияет хорошо на их рейтинги. Поэтому скорее их задача в данном случае кулуарно объяснять своему избирателю на встречах, почему это произошло, в чем необходимость, да, почему это болезненная реформа, но ее делают, а публичные уступления, я не думаю, что здесь им как-то помогут. С точки зрения нормального человека нежелание депутатов-единородцев отвечать, обсуждать, имеет, по сути дела, только два объяснения. Это либо стыд, либо подлость. И если подавляющее большинство депутатов правящей партии сдержанно подошли к объяснению своей позиции, то оренбушцы не побоялись высказаться на их счет. Они не отказывались от интервью на камеру и по полочкам разложили действия парламентариев. У меня даже приличного слова нет, чтобы их каким-то образом назвать. То есть я сейчас в свои 39 лет понимаю, что мне придется работать до своих 63 лет. Я смотрю на свою маму, которой 65 лет, и я понимаю, что работать она не может. При том уровне медицины и при том уровне любого социального обслуживания в нашей стране. Увеличили пенсионный возраст, а места работают. Это все, конечно, так они говорят, что все будет предоставляться и что будет поддерживать биржи труда в случае, если не будет работы. И будут переучивать людей, которые уже давно получили образование, но у них большой опыт работы. Но это слова, действия, неизвестны будут они или нет. Депутаты же решают. Правильно же? Им же виднее. То есть вы доверяете? Конечно. Кому-то же должен доверять. Это очень плохо для страны, что все-таки пенсионная реформа, она неправильная, что у нас все-таки уровень жизни не такой, как говорят по телевизору, как многие этого утверждают, что на самом деле люди живут не так хорошо. Если принимать всю эту реформу, нужно думать о комплексе мер. Если этот комплекс будет продуман и реально действующим, то, может быть, и можно рискнуть. Но не настолько увеличивать все-таки возраст для женщин и подумать о мужчинах. У нас мужчины до 60 лет все-таки немногие доживаются. Накал эмоций сейчас еще слабый и также будет еще продолжительное время, считает доктор политических наук социолог Галина Шишукова. При этом эксперт отметила, что власть вряд ли отступится от идеи повышения пенсионного возраста, даже понимая имиджевые потери для партии президента. Общество бурно отреагирует, но позже об этом мы говорили в программе «Эхо недели». Уровень протеста может вырасти именно после того, как закон вступит в силу. И тогда от власти потребуется принять решение, под которое подвести финансовую базу, так же, как и добылые, после монетизации льгот. Помните, когда ввели только денежные компенсации, а потом разрешили людям выбирать либо денежные компенсации, либо те реальные льготы, которые они потеряли? Пожалуйста. Раз выбор вообще не дают. Так вот в том-то и дело, что раз выбора нет и пенсионный возраст повышается, во всех странах он повышается и везде это не популярно. Я думаю, что мы их не увидим даже и позже. Обычно люди выходят на улицу протестовать, когда что-то конкретно повлияло на них. Да, вспомним монетизацию льгот, вспомним 11-й год с выборами. Здесь получается, что в следующем году это вступит в силу для достаточно узкой группы пенсионеров. Ну, как пенсионеров? Молодых пенсионеров, скажем так. То есть это люди, женщины 68-го года рождения и мужчины 63-го. Грубо говоря, то есть это не такая большая прослойка общества, которая бы... Во-первых, это не те люди, которые привыкли выходить на улицы. Мы видим либо на митингах либо пенсионеров, либо молодежь, либо людей среднего возраста, 30-40 лет, а 50-55-60-летних мы видим там не так часто. Я полагаю, что вся активность будет проявляться только в период выборов. Я думаю, власти, партии власти больше не на что рассчитывать. Она предала свой народ. Как я это понимаю, это мое оценочное, субъективное суждение. И поэтому она будет срезком проваливаться. И все же Оренбуржий, как и страну, в целом ожидает вторая волна протестных акций. На этой неделе оппозиционные силы заявили, что намерены провести 28 июля митинг. Место встречи еще согласовывается, подключается к протестам, по-прежнему не планируют профсоюзы. Они пишут письма, а правительство страны в лице Минтруда оперативно публикует, что через 16 лет пенсии будет 34 тысячи рублей. Но с поправкой, если у работника была зарплата примерно 85 тысяч рублей. Депутаты Госдумы и законодательных собраний в эту категорию попадают с легкостью. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, скоро вернемся и продолжим наш выпуск. Мы вновь с вами продолжаем о событиях. Предварительное согласование направлено в Белоруссию кандидатурам Михаила Байбича на должность посла от России на следующей неделе рассмотрит Госдума, сообщает РБК. Вопрос о смене посла в Белоруссии обсуждается уже давно. Сейчас пост занимает 77-летний Александр Суриков. А назначение на это место нынешнего полупреда в Приволжско-федеральном округе Михаила Байбича также не первый день на слуху. Перевод Байбича в послы эксперты называют назначением аппаратно-влиятельного человека на стратегически важное направление, сообщает издание. Вопрос с большой вероятностью будет одной из тем заседания Комитета Госдумы по делам СНГ 18 июля. Михаил Байбич остается единственным из восьми полупредов, который до сих пор не фигурировал в кадровых президентских указах. Все остальные полупреды назначены либо переназначены в мае-июне. Ответ по согласованию Михаила Байбича послом в Белоруссии в Кремле ждут в ближайшее время. Напомним, летом 2016 года кандидатуру Байбича отвергла Украина. Ранее РИА Новости сообщали, что сменить Михаила Байбича в должности полупреда может экс-глава Менсельхоза Александр Ткачев либо сенатор Любовь Глебова в прошлом глава Россотрудничества. Трансформация российской школы. Сегодня наши журналисты ездили в Октябрьский район в поселок Российский. Пригласили нас родители, чьи дети ходят в школу, которую хотят сократить до начальной. На последнем звонке в мае здесь было 59 учеников. Выпустилось 8. И столько же придут впервые на занятия в сентябре. Однако районный отдел образования предлагает с 5 по 9 класс получать образование детям этого поселка в соседнем, в 12 километрах. Александр Жарков изучил все детали. У школы в самый разгар каникул сегодня собрались почти все родители детей, которые здесь учатся. Вполне приличное здание с неплохим ремонтом классов и коридоров может опустить. Останутся лишь ученики первых классов. Отдел образования Октябрьского района считает целесообразным реорганизовать учебные учреждения. Нашу школу, которая является девятилеткой, хотят реорганизовать. То есть оставить нам 4 класса. Мы как жители, я как мама, мы категорически против. Куда детей предлагают возить? В населенный пункт, который называется Булавново. Он находится в 12 километрах от нас. Особенно переживает отец шестерых приемных детей, которые в случае реформирования школы не смогут получить образование дома. За сердцу, а первых держаться, вторых, здесь у нас дети в школу ходили. Если ребенок что-то не получает, какое-то образование, дополнительные уроки назначали. Если там будет, то все дополнительные соответственно не будет. Против все родители, которые пришли сегодня к школе. Говорят, их ставят чуть ли не перед фактом. На днях собрали собрание и объявили. С 1 сентября, скорее всего, учеников примет другая школа. Примерно такая же ситуация была в 15-м году. Тогда вообще, без всяких предупреждений, 10-й и 11-й классы перевели в Буланово. Переорганизация была проведена без оповещения родителей, без общего собрания. То есть о том, что наша школа поменяла статус, мы узнали из районной газеты, из статьи. Главный аргумент представителей районного отдела образования нехватка учителей именно в этой школе. У нас ситуация пока только рассматривается. Ввиду того, что здесь вакансия 8 человек, на данный момент учителей нет. То есть это уже на протяжении длительного времени. Хотя, если разобраться, наша съемочная группа, пробыв всего час времени в селе, общаясь с людьми, нашла двоих педагогов, готовых работать. Плюс 2 к 8 необходимым. Полтора года в августе ребенку исполняется. То есть, если был бы детский сад, я бы могла выйти. Соответственно, в школе плюс один учитель. Да. А мы 2 года назад купили дом здесь, переехали с города сюда жить. У меня у мужа здесь родственники. И у меня тоже высшее педагогическое образование. Ну как вот сейчас идти сюда работать, если речь идет о закрытии школы. То есть, плюс один учитель теоретически. Да. А в целом ситуация напоминает ту, что складывалось с сельскими фапами. И это признает даже начальник районного отдела образования. Николаевич, а вот не как чиновник и журналист, а вот чисто по-человечески не напоминает ситуация с реорганизацией фапов в сельской местности, а сейчас их опять восстанавливают? Ну, возможно. Но я вам ничего не могу сказать. Это две разные сферы. А кто может нам сказать? В итоге начальник местного отдела образования заявил, вопрос с реорганизацией до конца не решен. Если будут найдены учителя, то школа продолжит работу в прежнем режиме. Александр Жарков, Петр Рукин, Орин ТВ. Экс-чиновник трудоинспекции Оренбужья в списке утративших доверие сообщает ряд региональных изданий. На сайте Госуслуг обновлен реестр лиц, уволенных по статье. Федеральный реестр начал действовать с 1 января 2018 года. Сведения об уволенных лицах хранятся в открытом доступе и сохраняются в течение пяти лет. В списке данные актуальны на 10 июля. В нем 218 фамилий чиновников, депутатов, сотрудников правоохранительных органов и военных из разных регионов страны. Все уволены в связи с утратой доверия за коррупционные правонарушения. От Оренбужья здесь числится только один человек уволенный со службы в мае. Сотрудник госинспекции числился в должности инспектора по охране труда. Комфортно ли тебе горожанин? Партийный проект «Комфортная среда» с успехом реализованный в Оренбурге. Рекордная сумма потрачена на благоустройство дворовых территорий 170 миллионов рублей на пять площадок. Оренбургу такое счастье перепало в 2017 году. В начале этого лета спустя 8 месяцев с момента завершения работы на площадках мы решили посмотреть, что с ними стало. Отметим, что в основном площадки оказались в порядке, но вот на двух самых дорогих оказались значительные повреждения. О них мы сообщили в Управлении жилищно-коммунального хозяйства. Тогда нас заверили, все заменят и вопрос будет решен. Но оказалось, это еще не конец истории. Уже вечером в понедельник было сразу несколько звонков возмущенных оренбуржцев с новой площадки, на которую потратили ни много, ни мало 50 миллионов рублей снимают и увозят покрытие. Я подошла, спросила, говорю, а что такое? Они говорят, по распоряжению администрации города Оренбурга, потому что это все дорогостоящие доски, а их ломать начали. Демонтировали полностью покрытие через месяц после нашего первого сюжета. И когда мы в Изумрудном городе были 4 июня, это якобы прочное полимерное покрытие, которое вполне может служить на детской игровой площадке, меняли уже не один раз. Впрочем, и начальник УЖКХ города Татьяна Малышева, и куратор проекта в «Единой России» Дамир Фахруддинов обещали разобраться и все исправить. Кто виноват в этом процессе? Ну, безусловно, говорить, что это виноваты жители, это неправильно, если это там нарушены технологии. Если технологии не нарушены, значит, соответственно, надо понимать, что нужно делать дальше. Правда, в июне Татьяна Малышева заявляла, проблема не в покрытии, проблема в людях, которые не умеют гулять по дорогой террасной доске. Тогда возникает вопрос, почему подрядчик все меняет за свой счет? Ведь по гарантии меняется только изделие ненадлежащего качества. Интересно также узнать, во сколько обошлась эта террасная доска, кто разрабатывал проект с таким покрытием и кто его утверждал, и что, собственно, будет после демонтажа. В нашей стране проблема непродуманности проектов, того, что зачастую люди просто не всегда думают о последствиях, что профессионалы не всегда оказываются на 100% готовы к их исполнению, она повсеместна. Здесь как раз-таки вообще ничего удивительного нет. Мы можем встретить десятки тысяч гораздо более проблемных вещей, чем паркет на детской площадке. Вот правда. Ну, не продумали. Мы, люди, сами должны следить, сами бить тревогу, если что-то ломается или может принести вред здоровью или безопасности детей. Городская культура должна повышаться. В свое время покойный наш краевед Дорофеев говорил, что человек становится горожанином лишь в третьем поколении. То есть он начинает осознавать себя. С условиями миграционных процессов, когда коренные горожане уезжают в другие города, а сюда приезжают люди из оренбургских районов, у них немножко другое отношение. Так что ждать каких-то кардинальных изменений, мне кажется, не стоит. Если на территорию двора неконтролируемо проходят кампании, которые портят площадки, мы прекрасно помним, что когда принимали закон о полиции, у нас сократилось количество участковых, то есть людей на земле, которые могут просто патрулировать, следить за порядком. Во-вторых, у нас приняты законы о дружинниках, приняты законы о казаках. Чисто теоретически, есть кому вечером патрулировать дворы и за ними следить. А если у вас бродят пьяные кампании, в первую очередь нужно обратиться куда надо и сказать, что простите, ваш двор патрулировали, чтобы там ходили дружинники, полицейские, казаки и следили. Если у вас с этим есть какая-то проблема. Остановка запрещена. На привокзальной площади установили новые дорожные знаки, как почетной, так и не по нечетной стороне. В администрации города сообщили, что сделано это в целях безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности. Навести порядок на привокзальной площади пытаются давно, но успехов пока мало. Таксисты отстаивают свои права. Им негде встать поблизости, а стоянка платная. Водители общественного транспорта сетуют к остановке не подъехать из-за тех же частных извозчиков. Труднее движение таксистов, которые стоят. Знаки остановка и стоянка запрещена на привокзальной площади давно установлены, но их особо никто не соблюдает. Как поезд приходит, машины на машине бьются, они не могут проехать, здесь никто не может ничего делать. Чтобы вам кого-то встретить, вы не знаете, где машину поставить. Если денег нет, за стоянку заплатить, вот там на Рову ее оставите, машина пешком пойдет. Чтобы разгрузить привокзальную площадь, в администрации решили установить дополнительные знаки, запрещающие остановку и стоянку, которые будут действовать до улицы Орлова. Но вопрос, кто будет контролировать их соблюдение. Экипажи ГИБДД здесь появляются редко. Отметим, что бесплатная парковка есть, правда, находится она за новым вокзалом и ей, конечно, неохотно пользуются автолюбители. Пройти лишние 300 метров оренбуржцы гости не хотят особо. Шесть дней без водоснабжения жители нескольких домов в поселке Чебеньки в Оренбурге дачники вновь обеспокоены перевозкой, а прогуливающиеся по Советской пугаются агрессивной рекламы. Все знает дежурный корреспондент. Неделю без воды жалуются жители трех двухэтажек в селе Чебеньки. Не помыться, не приготовить еды, а воду приходится покупать. Возмущению людей нет предела. Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились в администрацию Оренбургского района. Специалисты нам пояснили, что прорвало водопровод под Южноуральской железной дорогой. Ремонтная бригада начала исправление этой неполадки и уже сегодня вечером обещают все устранить. Непонятно только почему затянули с ремонтом. Вместо двух положенных автобусов вышел на линию только один. Эта жалоба поступила от пассажиров 99-го дачного маршрута Челюскинцев-Ростыши-2. В чем причина? Начальник управления пассажирского транспорта Дмитрий Анисимов в ситуации обещал разобраться, но до конца рабочего дня о том, какие меры будут приняты, добавят ли автобус или скоро наладят тот, что сошел с рейса, так и не пояснил. Агрессивная реклама одного из развлекательных центров на улице Советской пугает людей. А именно громкими неожиданными звуками. Проходящие мимо люди страшатся криков, доносящихся из колонок. Мы позвонили в Оренбургское отделение антимопольной службы. Ее сотрудники готовы рассмотреть заявку и принять меры в том случае, если горожане обратятся в письменной форме. На этом у нас все. Оставляйте и вы свои заявки дежурному корреспонденту, делитесь своими новостями и наблюдениями. Телефон редакции вы видите на экране. Сегодня самый мистический день. День пятницы 13-го еще его называют ведьмин день. Для многих это просто сказки, но некоторые до сих пор соблюдают определенные приметы. Например, в этот день не берут деньги в долг, а долгую поездку откладывают на следующий день. Мол, неприятностей в пути будет много. Наши корреспонденты спросили о рембуржцев, отличилась ли их пятница 13-ая. Да, я знаю, что пятница 13-ая всегда прекрасный день и у меня он складывается особенно хорошо. У меня было предчувствие года три назад, что произойдет что-то хорошее. На следующий день мне мой состоявшийся муж сделал предложение. Такого прям супер ужасного, страшного, ну не было такого. Так, все спокойно, нормально, не боимся числа 13-и, пятницы тоже. все рассказывают, что с ними что-то случается именно в этот день. Хотя 13-е число некоторым приносит удачу. Потому что все это у нас в голове. Насколько ты веришь, насколько ты все внушаешься, настолько оно и сбывается. Я сдавала экзамен 13-го числа, сдала его на отлично. Так что в это я не верю. Мне кажется, все просто зависит от нашего настроения, вот и все. Любой день может быть как суеверие пятницы 13-го, если не задался все с утра. Ну как, почему? Атеист, наверное. И вообще не верю я в эти 13-е счастливое, несчастливое число. Все зависит от нас. Работать надо, некогда верить в магию. И еще есть информация об отключениях. Без горячей воды на следующей неделе останутся жители порядка сотни домов в разных районах Оренбурга. Точные адреса на ваших экранах дома в центре города и в промышленном районе будут отключены с понедельника по пятницу. А в степном поселке без горячей воды придется обходиться все семь дней с 16-го по 22-е июля. Ограничения доснабжения связаны с плановыми работами по подготовке к отопительному сезону. Информация доступна по телефону контакт-центра. Она есть на сайте Т-плюс. Такой мы увидели пятницу, такой была неделя. Новые семь дней это завершение праздника футбола и начало будней с первым чтением в Госдуме по повышению пенсионного возраста. А пока я желаю вам хороших выходных. С 10-го по 15-е июля фестиваль молодого меда. Качественная продукция по низким ценам. ДК-экспресс, проспект Парковый, 15. В ближайшие сутки в Оренбуржье переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный с переходом на северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от 12 до 17 тепла, днем в пределах от 26 до 31 градуса. В Оренбурге переменная облачность, днем возможен дождь, гроза, ветер северный с переходом на северо-восточный умеренный. Ночью плюс 15-17, днем плюс 29, плюс 31 градус. Медовые реки в Оренбурге с 10 по 15 июля в ДК-экспресс более 20 сортов меда. Акция 3 литра цветочного меда 1000 рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова